Дональд Трамп становится 47-м президентом США. Согласно предварительным подсчетам, кандидат от республиканской партии набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых. У Каммел и Харрис только 226 голосов. Кроме поста президента, республиканцы получили и большинство в обеих палатах парламента. Это тотальный разгром демократической партии США. Такого разгромного счета в штабе Каммел и Харрис явно не ожидали. 47-й президент Соединенных Штатов. Согласно предварительным результатам, Трамп побеждает на выборах президента США, набирая 277 голосов выборщиков из 270 необходимых и становится 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Его победу уже подтвердили все крупнейшие международные СМИ и исследовательские агентства, включая Associated Press, CNN, Reuters и Edison Research. Не помогли ни предсказания популярной американский ведущей Опры Уинфри, что если победит Трамп, эти выборы станут последними. Ни тяжелая артиллерия из знаменитостей, поддержавших Каммел и Харрис, среди которых отметились Леди Гага, Джордж Клуни, Бейонсе, Билли Айлиш, Леонардо Ди Каприо. Не помогла и угроза Евросоюза разорвать трансатлантические отношения США в случае победы Трампа. В своей победной речи Дональд Трамп признался американцам в огромном чувстве любви за полученный мощный мандат и объявил о золотом веке Америки. Невероятное движение. Такого движения никогда еще не видела история. И, если честно, это величайшее политическое движение нашей страны и, наверное, всего мира. А теперь мы поднимемся на новую высоту. Мы поможем нашей стране залечить свои раны. Наша страна нуждается в помощи. Очень нуждается. Мы исправим ситуацию на наших границах. Мы сделаем все, как надо в нашей стране. Мы сегодня сделали историю. После того, как стали вырисовываться результаты выборов, Камал Харрис отменила свое выступление перед избирателями, а в ее предвыборном штабе предложили дождаться окончательного подсчета голосов. Тем временем американский новостной телеканал NBC сообщил, что окружение Харрис испытывает отчаяние, а у ее главных спонсоров царит похоронное настроение. Это настроение еще более усугубляет то, что кроме поста президента, республиканская партия получила и контроль над Сенатом. Это тотальный разгром демпартии США. В случае официального признания победителем, Дональд Трамп станет самым пожилым президентом Соединенных Штатов. Ему сейчас 78 лет. Джо Байдену, например, на момент избрания президентом было 77 лет. Пресса также отмечает, что эти президентские выборы интересны тем, что букмекеры впервые оказались точнее аналитиков. Отмечаются и рекордные расходы кандидатов на этих выборах. По подсчетам газеты Financial Times, Камала Харрис и Дональд Трамп совместно потратили рекордные 3,5 миллиарда долларов на свои избирательные кампании, сделав выборы 2024 года самыми дорогими в истории США. Сообщается, что Харрис смогла привлечь больше средств, чем Трамп, собрав более 2,3 миллиарда долларов через Демократический национальный комитет, супергруппы и так называемые суперпакс, которые могут получать неограниченные пожертвования от физических лиц. Из этой суммы было потрачено около 2 миллиардов долларов. В то же время команда Трампа собрала чуть более 1 миллиарда 800 миллионов долларов, из которых потрачено 1,6 миллиарда. Этим результатом предшествовала неоднозначная предвыборная кампания. Например, сторонница Харрис Опра Уинфри заявляла едва ли не о катастрофе для США в случае выигрыша Трампа. Такое ощущение, что на Камалу Харрис и Майю Санду работала одна и та же команда консультантов. Но так или иначе, победа за Трампом. И теперь главный вопрос, что он сделает из того, что наобещал? Продолжение следует...